Приветствую вас. Понимаете, вот основная мысль, которая транслируется вами в вашем тексте, как мне кажется, заключается в том, что вы себе противоречите. То есть, вот понимаете, вы говорите вроде бы об одном, вот. А, ну, на самом деле, получается вроде как, что говорить это совсем о другом, да? И, вот вы говорите об осознании, например, об осознании, и это хорошо, что вы говорите об осознании, но я боюсь, что не очень вы понимаете, что это значит, во-первых, на действии. Во-вторых, как бы не очень понимаете, что то, какую цель, то, какую задачу вы ставите, грубо говоря, перед психологами, да, допустим, это задача больше про то, чтобы вы не выходили из своего привычного, ну, и своей привычной зоны гамбой, то чтобы оставались в том же самом, ну, в том же самом, в этом кругу. Которым вы находитесь сейчас? Потому что, что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что вы ставите себе определенную цель. Вы не можете этой цель достичь, так как вы хотите. То есть, вы достигаете цели, своей цели, немножечко, ну, другим способом. То есть, вы достигаете цели через авральную работу. И вы справедливо абсолютно заметили, что это тяжело. Вот. И вы хотите, чтобы у вас не было откладывания, чтобы не было этого самосаботажа. Но, если подумаете, то саботаж вам для чего-то нужен. Как и всегда в, ну, в человеческой психике любой процесс, любой механизм защиты, вот, для чего это нужен. И так же, в принципе, происходит и здесь. Вот. Понимаете? Поэтому нужно не повышать, а что там, с тем, чтобы убирать, эм, 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 эм. Прокрастинация, грубо говоря. Мне кажется, что нужно смотреть, чем это связано. Я думаю, это, скорее всего, связано с тем, что вам не очень хочется заниматься тем, что вы занимаетесь. Если вам не нравится то, что вы занимаетесь, то вы заставляете заниматься тем, чем вы занимаетесь. У вас есть тревога, у вас есть некая потребность себя защитить и всякое такое. Вот, попробуйте представить, просто представить себе ситуацию, который вам прямо справа, прямо сейчас предложили бы за, скажем, не знаю, за десять, например, тысяч рублей, да, там, вынести, ну, мусор. Я уверен, что вы это достаточно легко сделаете. То есть мотивация связана не совсем, отсутствие мотивации связано не совсем, с тем, что у вас не такой уровень, ааа, отказ на месте, а тем, что вам не хочется делать то и то, что вы делаете. Но, несмотря на это, вы продолжаете, продолжаете, и продолжаете, и продолжаете, пытаться себя заставлять, и к чему это приведёшь, куда это приведёшь. Скорее всего только к ещё большему саботажу, к ещё большей неудовлетворённости, там, собой, тем, что вы делаете, и так далее. Потому что путь вы выбираете, вот именно путь вы выбираете. Совершенно чёткий. Это путь. Значит, перевязывание себя. Бинтами, по сути. Ну, то есть вы пытаетесь себя перевязывать бинтами. Ой, не бинтами, а ремнями, извиняюсь. С ремнями, ремнями, ремнями. Вот. И, и, как бы, одно вы заменяете другим. По факту. По факту. То есть, ничего хорошего об этом, как бы, нет. Для вас, ну, для вас, по крайней мере. Ох, вот. Дальше. 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 Значит, эм, так. Вы ставите себе цели, что-то прибавиться о проблему. Но это не проблема. Это целый большой пласт вашей жизни, прокрастинация, который свидетельствует о том, что вы, эм, что-то, эм, что-то пропускаете. Вот. Что вы, эм, ну, образно говоря, эм, что-то, эм, упускаете из вида, скажем так. Вот. Вот. И вот этот момент очень важен, что вы не пытались решить именно проблему, грубо говоря, да? Потому что это цель. А после достижения цели нужно как-то жить. А, ну, что, условно говоря, вы будете делать, ага, когда добьёте цели. Только нужно будет ставить новую цель. Так вот. Идея не в том, чтобы, э, решить проблему, да? Поставив цель и решив её. А идея в том, чтобы, э, расширить своё восприятие жизни, э, научиться слышать себя, и тем самым жить более полноценной жизнью, чем мы живём сейчас. А это, как мне кажется, всё-таки процесс немножко непривязанный к конкретной цели. Это, мне кажется, больше процесс направлен на исследование себя. Понимаете? И вот в таком подходе, при таком подходе, точнее, все шансы у вас, э, достичь, э, успеха, в этом вопрос есть. Но это не то, не то, э, где нужно спешить. Это не то, где нужно бороться. Это не то, где нужно стараться как можно быстрее проблему решить. Нет. Это скорее больше, э, это скорее больше, э, ну, такой, исследовательский процесс. Вот. Которому неизвестно, готовы вы или нет. Вот. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, да, это момент, связанный с тем, что вы хотите, э, ну, или хотите, или готовы, э, делать, э, многие вещи только на врагу. То есть вы. Эм, вот вы пишите. Ответственность, контроль, беспокойство за дело при мне. Что это? Это чрезмерное напряжение. Которое делает, э, дела, которые вы занимаетесь менее привлекательным. Кто-то на, на, на работу налаживает и спадает на крючке, я все делаю кое-как. Это значит, что вам не хочется. Это значит, что вы в работу вкладываете немножечко другой смысл. Ну, совсем не тот смысл, который, может быть, вам хотелось бы вкладывать, или тот, который вы считаете нужным вкладывать. Вот. Дальше. Тревожник не дает пустить все в стартарары, и я потихоньку грибу, и ненавидяя себя, работает все, что к ней прилагается. Опять, здесь я бы хотел сначала понять. Только работа налаживается, если вы делаете кое-как, тревожник не дает пустить все в стартарары. То есть, вы не пускаете все в стартарары. Не потому, что вам этого не хочется, вы бы пустили. А потому, что вы тревожитесь, вы чего-то боитесь. Понимаете? Здесь идет зажим. Ну, или то, что я бы назвал узлом. Перетягивающий. Перетягивающий такой узел. Здесь. Здесь. Дальше. Надо подумать, надо сменить. В России здесь могу работать, но мне это не поможет. Вам нужно себя поисследовать, изучить себя. Вы себя не знают. Понимаете? Вы свои реакции психические и телесные воспринимаете, ну, вообще, как бы, одним образом. На них нужно постараться заглянуть под другим углом. Дальше занимаясь интересным для меня делом, я придумаю, что страстопянное дело, чтобы не заниматься тем, чем хотела бы. Интересным делом. Вообще не так просто. Ну. Для человека, который привык себя пересиливать. Самый штамм. Если вы себя не пересиливаете, то это непривычно. если вы не работаете во врале, не рвете жилы, не изматываете себя, то это для работы. Ну, мне кажется, по крайней мере, что вы так думаете. Я могу ошибаться. Так. Остальные планы не работают. Визуализация не работает. Поощрение не работает. Такая не работает. Такая не работает. Это все, понимаете, больше из области сознания. Но из меня, повторюсь, исследовать, как бы, вас саму. Вот. А не вот эта вот история. Когнитивная. Вот. Когнитивная. Когнитивный подход, он, в принципе, хорош, но он работает до определенного предела. Вот. То есть, если говорить обратно, то чтобы работать продуктивно и целоустремленным, да, необходим, грубо говоря, чёткий мотив. Как так вы знаете? Солнечный лучик. Ясный, чёткий, достаточно чистый. Вот. Но у вас, помимо этого, есть, есть и что-то ещё. Понимаете? То есть, у вас есть какие-то другие ещё моменты? Другие лучики, условно говоря. которые мешают вам. Точнее, даже неправильно сказал. Не мешают вам. А именно, тянут вас, грубо говоря, в разные стороны. И вот на эти другие лучики мотивации вы не обращаете своего внимания. Не мешают, чтобы обесценивать их, отталкивать их. Мне кажется, что это, ну, далеко не самая лучшая стратегия, которую вы можете придерживаться для того, чтобы повысить качество своей жизни. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok